На каком основании вы считаете себя легитимной управляющей компанией? На этих кадрах жители нового многоквартирного дома номер 7 по улице Молодежной и представители компании-застройщика противостоят управляющей компанией «Добрый город». Коммунальщики пришли на объект, чтобы принять на баланс оборудование дома – лифты, водопровод, отопление и прочее. Однако жильцы уверяют, что действия компании незаконны, поскольку коммунальщики якобы не заключили полноценный договор на управление домом-застройщиком. Договор не заключен, потому что вы уклоняетесь от предоставления нам приложений. Договор, неотъемлемыми частями которого является приложение на общедомовое имущество, не может считаться заключенным. Вы не приняли основное оборудование. Слова собственников подтверждают Владимир Подгорный, заместитель директора компании «Строивший дом», которая и заключила договор с коммунальщиками. Не было составлено списка общедомового имущества, а значит, договор недействителен. Подписанием договора с этим списком общедомового имущества, таким образом, мы передаем им это имущество. А если мы таковое приложение не составили, не подписали, то таким образом, и оно отсутствует в договоре, таким образом, мы не передаем дом. С его слов, застройщик заключил предварительный договор на управление домом с управляющей компанией «Добрый город». Однако, после того, как коммунальщики показали себя не с лучшей стороны, застройщик не стал передавать ему дом. Одна из причин – управляющая компания выставила счет на 13,5 миллионов рублей на ремонт лифтов. Хотя сами строители уверяют, недочеты были, но их уже устранили. Возмущены и собственники квартир, которым выставили счета на кругленькую сумму. И это при том, что люди еще даже не въехали в дом. 25 тысяч за один месяц. В счетах было расходы на общие домовые нужды. Холодная, горячая вода, отопление. При том, что холодная, горячая вода не подключены. Ими никто не пользовался. Ну и плюс с каждой квартиры по 8 тысяч, по-моему... А, с каждой комнаты 8 тысяч сбор и вывоз строительного мусора. 1012 я должна была подарить доброму городу. Сами же представители доброго города уверяют, что не спешили принимать дом, пока застройщик не устранит все недочеты. Мы хотели показать, какие существуют недоделки жителям этого дома. Для этого мы вызвали застройщика и жителей. А недоделки на что влияют? На то, что вы не можете дом принять или что? Да, нам его не передает застройщик. Ни документы нам не передает. И всего остального. Скажите, а на каком основании вы этот дом приняли? На основании договора с застройщиком. Этот самый договор застройщик разорвал с добрым городом в одностороннем порядке. И заключил новый из компании «Азбука Уюта», которая еще месяц назад начала работу по запуску систем дома. Но проработали они недолго. 6 марта в присутствии полиции сотрудники управляющей компании «Добрый город» сменили личинки на замках и опечатали технические помещения в новостройке. Как оказалось, коммунальщики действовали на законных основаниях. Многоквартирный дом номер 7 по улице Молодежной госжилинспекция внесла в реестр под управлением управляющей компанией «Добрый город». Эту информацию мы проверили на сайте ведомства. Впрочем, такой расклад не устраивает собственников новостройки. Они уже написали заявление в прокуратуру и в ближайшее время планируют созывать общее собрание собственников жилья, чтобы уже самим решить, кому передавать на обслуживание многоквартирный дом. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.